Удар модернизированной крылатой ракеты российского производства в Киеве попал на видео. Особенность сброс тепловых ловушек. В объектив камеры попал момент, как Х-101 отстреливает ложные цели, тем самым сбивает с толку систему ПВО Украины, а после достигает цели. Небо над украинской столицей охватывает зарево от взрыва. К слову, на вооружении России давно стоят боевые самолеты с тепловыми ловушками, а вот ракеты подобными системами не вооружали. Но все изменилось. Нововведение дает определенное преимущество. Между тем, массированный удар ВКС России по Украине 23 января не является ответом на украинскую атаку в Донецке, заявили в Кремле. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима. Это ЛЕН-ТВ-24. Я, Гульна Рахабирова, расскажу, что поразили российские ракеты, каких целей достигли. Атака была настолько сильной, что в небо боевая авиация Польши поднялась. Стратегические бомбардировщики армии России с самого утра работали в воздухе, а для Украины в этот момент начался настоящий кошмар. А главком ВСУ гордится работой ПВО. Сообщил, что всего сбили 21 ракету из 41 выпущенной. В сети появилось видео момента пролета горящего обломка в жилой дом в Киеве. В результате работы ПВО многоэтажка получила повреждения, а припаркованные у дома авто киевлян сгорели. О боже, это Мирлана, посмотри в окно! Журналисты страны сняли последствия попадания обломка сбитой ракетой в многоквартирный дом. Вот так выглядит, к примеру, квартира на Софиевской Борщаговке. На месте работают взрывотехники, а это украинский стадион-локомотив, построенный не так давно. Сообщается, рядом с ним было развернуто производство БПЛА самолетного типа. И это одна из пораженных целей российских сил. Студенты из общежития ЖД-колледжа в Киеве выложили в тикток-видео с местом сборки дронов ВСУ. По данным мэра Киева, Кличко в Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы жилого дома и четыре квартиры. А также обнаружена неразорвавшаяся боевая часть ракеты, работу спецслужб показали местные каналы. Пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове поразили российские ракеты. Момент попал на видео. Понятно, в результате ударной волны в близлежащих домах выбитое стекла. Кадры, снятые в питомнике, лабрадоров широко разошлись в сети. И сообщается, что все остались живы. В Харькове две ракеты украинской ПВО попали по пятиэтажке и упали на дома в частном секторе. Мэр города сообщил, что повреждено 30 жилых домов, выбиты окна примерно в тысячи квартир. Всего в Харькове прогремело как минимум семь взрывов. Поврежден газопровод, часть города обесточена. ВКС России ударили и по Харьковской области, в Сумах, Павлограде, Днепропетровске, Житомире и в городе Шостка. В Сумской области зафиксированы прилеты. Доброго ранку. Мы живы. А это головные. Руки тросятся. По данным Минобороны России, групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним боеприпасы, а также взрывчатые вещества. ПОДПИШИСЬ!